272 тысячи жителей края не заплатили налогов на сумму меньше 10 тысяч рублей. Такую цифру озвучили в Краевом управлении налоговой службы. И с такими небольшими должниками работать сложнее всего, признались ведомстве. Впрочем, часто не отдают и более крупные долги. На Алтае 18 человек обязаны перечислить больше миллиона рублей, а два жителя больше трех с половиной миллионов. Чтобы побудить людей платить налоги, в 2023 специалисты передали приставам 35 тысяч документов и провели совместную карательную акцию. Летом совместными усилиями было арестовано 13 автомобилей. Мера оказалась очень эффективной, потому что почти все должники буквально за день-два гасили свою задолженность, чтобы забрать свой автомобиль. Накладывали арест не с позиции, что запрещали пользоваться, либо на ответственное хранение оставляли, а прямо грузили на эвакуаторы, отвозили на сохраняемые стоянки. Успехи по итогам 2023 есть и в целом, говорят в ведомстве. На 7 декабря жители края оплатили больше трех с половиной миллиардов рублей. Это 87% от всей суммы налогов. И этот показатель чуть лучше, чем годом ранее. Задолженность формируется не только по текущим платежам. У нас, к сожалению, еще достаточно большая задолженность за предыдущие годы. Если мы на начало года 2023 начинали задолженностью приблизительно 2,1 миллиарда рублей, то мы ее за 11 месяцев сократили на 40% до 1,3 миллиарда рублей. По итогу года больше всего начислений из основных налогов пришлось на транспортный – почти 2 миллиарда рублей. Далее идет налог на имущество – больше миллиарда и земель на 560 миллионов. Специалисты напоминают, что налоговое отчисление – это будущий ремонт дорог, благоустройство, развитие социальной сферы. А оплатить налоги можно через личный кабинет налогоплательщика, в банкомате, на почте МФЦ или на госуслугах. Иначе можно погрязнуть еще в больших долгах – начислят пеню или на время лишиться имущества.